Регион с рабочим визитом во вторник посетила Валентина Матвиенко. График у председателя Совета Федерации был достаточно плотным. Сначала встреча с губернатором. Тут Павел Коньков кратко рассказал о состоянии текстильной промышленности и попросил поддержки в реализации проекта строительства комбината синтетического волокна. Валентин Матвиенко считает, что именно этот комбинат сможет стать серьезным импульсом для развития текстильного производства в целом. Совет Федерации поможет с этим проектом и окажет посильную помощь. Далее гости направилась на выставку ивановских предпринимателей, которая проходила в филармонии. Спецодежда, постельные принадлежности, школьная форма. Валентина Матвиенко дала высокую оценку местной продукции. Особенно ее заинтересовала детская деловая одежда. Ей понравилось, что уже у нас есть российские производители, которые выпускают одежду от именно необходимых требований и качеств. Ее, конечно, пожелание работать больше над дизайном, над разнообразием моделей. А так, в принципе, все хорошо. В зале филармонии состоялось торжественное заседание, приуроченное к празднику работников текстильной промышленности. Валентина Матвиенко поприветствовала лучших сотрудников отрасли и поблагодарила за нелегкий труд. Этот труд в основном лег на хрупкие, трудолюбивые женские плечи. Многие из вас пришли на фабрики, предприятия хрупкими девчонками. Здесь вы становились мастерами, создали крепкие, прославленные трудовые коллективы, настоящую рабочую семью, благодаря чему стали реальностью те замечательные трудовые достижения, о которых мы все знаем. Шесть ивановских текстильщиков получили почетные грамоты и благодарности председателя Совета Федерации. Валентина Матвиенко отметила, что один лишь комбинат синтетического волокна не сможет реанимировать отрасль. Чтобы идти в ногу со временем, нужны комплексные современные подходы в организации труда. И только тогда Иваново будет не только городом невест, но и городом инвест. Последнюю фразу зал поддержал аплодисментами. Я знаю, что в рамках классера уже запущена вторая очередь текстильного комплекса «Текстиль профи Иваново». Открылись центры оптово-розничной продажи «Текстиль Макс» и «Рио Иваново». И, тем не менее, этого, конечно, еще недостаточно. На мой взгляд, области необходим такой, если хотите, напряженный, мобилизационный период, чтобы совершить решительный прорыв. Без этого отрасль столкнется с еще большими трудностями, чем сейчас. Она просто не выдержит конкуренции. Из Иваново Валентина Матвиенко отправилась в Приволжск для знакомства с Яковлевским льнокомбинатом. А затем политик приняла участие в открытии кинофестиваля «Зеркало» в Плёсе. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.